Десятки тысяч кубов, 140 свидетелей. В Красноярске наказали экс-министра за махинации с лесом. Суд в Красноярске приговорил к условному сроку бывшего министра природных ресурсов и экологии края Елену Вавилову. Подсудимая получила три года условно с аналогичным испытательным сроком. В течение трех лет ей запрещено работать на административных должностях в органах государственной власти и на муниципальной службе. Соучастник Вавиловой, экс-директор госкомпании «Красноярск лес» приговорен к двум годам условно, сообщает региональная прокуратура. По версии обвинения, Вавилова для улучшения показателей эффективности министерства нелегально передавала подконтрольному ведомству госпредприятию лесные насаждения под видом обеспечения госнужд. Лес продали третьим лицам. Из государственной собственности выбыло свыше 69 тысяч кубометров. Дело Вавиловой расследовалось по статье о превышении должностных полномочий. Ее соучастниками обвинили в пособничестве в этом преступлении. Допрошены были порядка 140 свидетелей. Дело против экс-министра было возбуждено еще в 2015 году. Годом позже прокуратура сообщала, что в региональном Минприроды нашли нарушение антикоррупционного законодательства, в том числе несколько случаев конфликта интересов. Уважаемый зритель, нынешняя власть обязана валить в отставку. Если вы тоже так считаете, ставьте лайки. Отсутствие доказательств и серьезные болезни. Титов вступился за поставщика продуктов для МВД. Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов попросил первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана проверить, законно ли уголовное преследование гендиректора компании Галант, поставлявшей продукты для санатория МВД Татьяны Скобелкиной. Главе фермы, которую арестовали в августе прошлого года, вменяется особо крупное мошенничество. Дело расследует ГСУ СКР. Следователи считают, что Галант поставил продукты более чем на 8,2 миллиона рублей для ведомственного санатория РУЗа. Продукты якобы не соответствовали требованиям и бюджету был нанесен ущерб более чем в 1,3 миллиона рублей. Как отмечает пресс-служба Титова, показания свидетелей по делу не конкретизированы. Также в материалах нет доказательств того, что товар не соответствовал требованиям. Акты приемки передачи подписаны, контракт полностью исполнен. А заказчик претензий не предъявлял. Помимо этого, ранее Скобелькина выиграла в арбитражных судах несколько споров с государственными учреждениями, в том числе с санаторием РУЗа. По мнению бизнес-амбудесмена, обычный гражданский правовой спор переведен в уголовно-правовую плоскость. Титов отмечает, что УПК запрещает арест с обвиняемых в мошенничестве, если преступление совершил член органа управления коммерческой организацией или оно связано с предпринимательской деятельностью организации. У Скобелкина есть заболевания, которые суд не учитывал. Сахарный диабет второго типа и артериальная гипертензия первой степени. Развитие этих болезней, как отмечает пресс-служба, может потребовать долгого лечения. Аркушевых ждут присяжные. Дело об убийстве передали в прокуратуру. Следственный комитет РФ передал в Генпрокуратуру материалы уголовного дела в отношении экс-сенатора Рауфа Арашукова и членов его семьи. Прокурорам предстоит утвердить обвинительное заключение. «Мы подписали протокол об окончании ознакомления с материалами уголовного дела», рассказал РИА Новости адвокат Владимир Постанюк. По его словам, дело, по которым проходит 20 фигурантов, будет рассматриваться в суде присяжных. По версии следствий, отец экс-сенатора Рауль Арашуков, будучи главой ОПГ, якобы заказал убийство зампреда молодежного движения АДГХС Аслана Жукова и советника президента Карачаева Черкесии Фраля Шебзухова. Рауф Арашуков проходит по делу как организатор убийства. Также ему вменяют два эпизода превышения полномочия и ложный донос. Сами фигуранты дела вину не признают. Напомним, Арашуков-старший также является главным фигурантом дела охищения газа у «Газпрома» на сумму более 30 миллиардов рублей. Вот такой беспредел творится у нас в стране. Что вы думаете по этому поводу? Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok